Ребят, всем привет! Здесь правильно рассказать предысторию, потому что в свете последних событий все очень сильно напутано и перепутано, и непонятна сама завязка сюжета. Значит, расскажу вкратце. Мне надо было срочно выезжать в Германию, там у меня зависла машина, которую мы оплатили, но не успели забрать. Расчет был на то, что мы приедем немножко позже за этим автомобилем, через пару дней. Проблема в том, что попали как раз в самый разгар пандемии, когда отменили один рейс на Визеер, мы взяли еще одни билеты на Люфтганзу, Люфтганза тоже отменила рейс. И вот я в расстроенных чувствах понимаю, что обязательства перед человеком я не выполнил, но не в силу того, что я не могу, а в силу того, что есть обстоятельства третьих сторон, как это называют в договорах, юридическим языком. Суть не в этом. В это время позвонила Виктория и попросила посмотреть автомобиль во Львове. Она уже довольно давно высматривает автомобиль, они вместе с супругом его ищут. И нашли вот этот вот экземпляр. Я попросил паузу на собрать информацию по этому автомобилю. Информацию, конечно, мы собрали. Ничего страшного по этой машине не было. Ни по открытым источникам, ни по платным источникам. Везде все ровно, везде все хорошо. Предварительно у нее был лупленный бампер, передний, задний. И чуть-чуть подогнулся капот. То есть ремонт был без замены даже панели передней. Волевое решение было принято только потому, что все равно подозрения на то, что введут карантин и будут жесткие ограничения, они, конечно, есть. Виктория очень давно искала автомобиль и поэтому мы решили рискнуть. Я понимал, что, во-первых, с машиной, ну, я понимал, что будет просто трэш. Битые американцы, которые куплены для себя, это дорогие машины. И туда вкидывают деньги в ремонт. У меня сразу возникает вопрос. Почему человек продает эту машину? То есть он ее купил в сентябре месяце, в декабре она уже прибыла, встала на ремонт, была отремонтирована. И в январе месяце она встала на учет в конце января, ну, грубо говоря, в начале февраля. Пограничная дата, конец января, начало февраля, она встает на учет. Дальше я понимаю, что вот через две недели эта машина только бац и продается. Вопрос, почему? Если человек делал ее для себя, почему этот автомобиль продается? И вот на этот вопрос нужно было найти ответ. Для того, чтобы найти этот ответ, нужно ехать и смотреть непосредственно автомобиль. Я огласил о том, какие могут быть зоны риска, но все равно принято решение ехать. Едем. По дороге мы узнаем, что закрывают Житомирскую область, Черновицкую область. Это одна из этих областей, в частности Житомирская, была на нашем пути следования, и мы через нее проезжали. У меня есть понимание, что если мы проезжаем во Львовскую область, то имея паспорт с киевской пропиской, меня обратно домой точно впустят. Но так или иначе, мы понимаем, что сервисные центры, они уже работают в электронной очереди. Дождавшись 9 утра, на всякий случай мы начали судорожно регистрироваться в сервисном центре во Львове и на всякий случай в Киеве. Я понимал, что если вдруг шанс невелик, но он есть, что машина хорошая, мы сразу регистрируемся в двух МРЭО. Ну, куда-то не приедем, не успели, святое место пустым не бывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Парень, который продает эту Ауди, он оказался частным предпринимателем. Парень, который продает, так же, как и я, полжизни запчасти. После ряда некомфортных вопросов по автомобилю, я понял, что он не тот человек, который зарабатывает себе на жизнь путем того, что покупает и продает автомобили. Причина продажи автомобиля оказалась стрёмно банальной. Ну, стрёмно, потому что я такое слышу практически через раз. А по факту у него действительно оказалась беременная жена. И на момент покупки автомобиля вот этого в Америке они еще не были уверены в том, что... Да не то чтобы уверены. У них еще не было тогда зачатого ребенка. Но он по факту есть сейчас. И он просто хочет Ауди Q8. И он даже показывал эту Ауди, на которую у него просто не хватает денег. Объективно про этот автомобиль. Мы имеем поврежденный вид сзади затянутой пленкой. Насколько оно там повреждено или же не повреждено, предстояло это дело выяснить. Поэтому обзор начался именно с задней части автомобиля. Не вижу я здесь какого-либо вмешательства извне. Не вижу заводские нормальные точки. Я не вижу мест захвата от стапеля. Я не вижу следов ремонта. В общем, везде все ровно, везде все красиво. Так как оно должно быть с завода, так оно есть на самом деле. Также большое внимание нужно было уделить крышке багажника. Она была именно повреждена. Но к моему большому удивлению я не нашел шпаклевки как таковой в принципе на этой крышке багажника. Позже выяснилось то, что она новая здесь. Ну как новая, с разборки, бэушная, но тем не менее не помятая. Поэтому это и объясняет, почему на крышке багажника я не нашел шпаклевки. Также нужно было осмотреть переднюю часть автомобиля, потому что мы помним, что она травмированная. К моему удивлению, большинство запчастей стояли родными и оригинальными. Я имею ввиду силовые элементы. Все, что было поставлено новое, оно было действительно поставлено новое. Не склеено старое, а именно поставлено новое. Все пластики, все защелочки, все пистончики, все болтики стояли оригинальные. Я не нашел ничего, чтобы указало на то, что был произведен дешевый ремонт. Вот это то, что я действительно называю качественным ремонтом. Хотя сомнения вызвала у меня одна пластиковая штука, но к ней мы вернемся немножко позже. По ходовой этот автомобиль был великолепен, когда мы ехали на СТО. Мы ехали по очень нехорошей дороге. Но тут не странно, автомобилю всего лишь меньше 10 тысяч родного пробега. Все саленблоки, все болты. Ничего нигде не отнималось, ничего нигде не регулировалось, за исключением развала. Силовые агрегаты двигателя выглядели просто изумительно. Вообще нигде ни единого потека масла. Никакой болт никогда не откручивался. Соответственно, в двигатель никто не лазил. Пыльники, стабилизаторы поперечной устойчивости, сам кардан, передача мощности на задний привод, сами задние полуося. С редуктора нигде ничего не вытекает. Ни в его боковых частях, ни спереди, нигде. Вот так должна выглядеть рабочая нормальная турбина. Нигде с нее ничего не сопливит. Мотор чистенький. Причем со всех сторон. Что спереди, что сбоку, что сзади. Вообще нигде ничего у него не течет. Пластика вот здесь не хватает, хотя он есть с другой стороны. Ну и вернемся к неоригинальной запчасти. Я так подумал, что она неоригинальная. Но когда я ее снял, я убедился в том, что она просто отличалась по цвету. После осмотра автомобилей даже не было сомнений, что его нужно брать. Тем более по такой цене. Это машина 2018 года с пробегом до 10 тысяч километров. Стартовая цена этой машины была 35 тысяч долларов. Мы ее сторговали за 32 700. Очередь в сервисном центре. Занятие у нас получилось только в Киеве. Во Львове она уже была расписана на несколько недель вперед. Все наши старания оформить автомобиль во Львове, они у нас не окончались успехом. Мы даже попали в середину туда, куда никого не пускают. С моим лицом наглым обаянием, если можно так сказать. Беда заключалась в том, что на тот момент уже не было эксперта на месте. А это уже дело близилось к закрытию. Это было уже после часу дня. Нам для того, чтобы... Я сейчас объясню, для чего мы сделали так. Для того, чтобы оформить автомобиль, выписывается договор купли-продажи. И проходится эксперт. После этого, с заключением эксперта, можно ехать дальше, регистрировать автомобиль в другом сервисном центре. Если вдруг не получается здесь. Мы хотели взять договор купли-продажи. И сразу же паровозом сделать эксперта. Для того, чтобы не возникало вопросов вообще никаких. Я-то видел, что не было никаких четвертных варок. Я не видел, что там был какой-либо серьезный ремонт. Я не видел вмешательства в номер кузова. Я не видел ничего противозаконного. Но, как говорится у нас в Украине, чем больше бумаги, тем чище жопа. Договор купли-продажи как таковой нас не сильно устраивал. Потому что я понимаю, что еще может быть на автомобиле ограничение в виде того, что есть какой-то либо арест, либо задолженность, либо еще что-то. Целая-целая большая куча того, что может еще быть. Ответ на этот вопрос нам даст нотариус. Поэтому мы начали искать нотариус. Но все нотариусы, которые были по гугловской карте рядом, они оказались либо занятыми, либо уже на карантине. Уже закрытыми и уже не работают. На ближайшие две недели, как это объявили изначально. Вариант с договором купли-продажи без заключения эксперта нам, в принципе, особо не нужен был. Потому как есть еще вариант того, что может быть ограничение на этот автомобиль в виде запрета регистрационных действий абсолютно по разным причинам. И причин этих может быть просто большое количество. Так вот, ответы на вопросы сможет дать нотариус. Львов, 17 марта. Бушует коронавирус. Было принято следующее решение. Значит, полагаясь, можно сказать, на большой фарт и удачу, потому что зона риска она все равно есть. Есть она в формате того, что так или иначе, ввиду тех последовательных действий, которые я предложил, все равно есть шанс того, что может быть залет. Какой именно, об этом немножко позже. Пока расскажу о том, что мы придумали. Ну, не то, что придумали, а единственный возможный вариант уехать на этом автомобиле, это выписать доверенность. Вроде бы ничего сложного нету, за исключением того, что если человек уже в этом году продавал автомобиль, то покупатель автоматически сразу попадает на 6% дополнительного налога государству. Ну, в общем, есть такой закон. Это первый вопрос. Второй вопрос. Чтобы убедиться, надо сразу взять вытяги и по фамилии самого заказчика, и по самому автомобилю. Сложности в этом нет. Для того, кто не знает, это нужно обязательно делать, если вдруг попадете в такую ситуацию. Чем это чревато? Чревато это тем, что на момент, вот на эту минуту, на данную, у продавца никаких ограничений не будет, никаких автомобилей он не продал, у меня на практике была уже не очень хорошая история, когда мы в Черкассах купили автомобиль, я предупреждал заказчика о том, что может быть стрёмный момент, и пока мы доехали до Киева, он благополучно продал ещё одну машину, и второй заказчик пристроился на 6% от того, что написано в договоре. Ну, от этого тоже есть отдельный выход из положения, но это на самом деле уже другая история. Сейчас было принято решение делать два вытяга, писать генеральную доверенность, и пока в закрытом Рео, а вот сейчас уже 3 часа дня, оно вот как раз закрывается. Мало того, что оно сейчас всё по электронной очереди туда никого не пускает, то есть шансы на успех, они реально очень велики, но тем не менее всё равно есть очень большой стрём, пристроиться, грубо говоря, на 33 тысячи долларов и остаться не совсем довольным выполненной работой. Так вот, сейчас мы быстренько делаем вытяги. На завтра на 9 утра мы уже записались в электронную очередь в Киеве, и если не будет никаких залётов со стороны государства в виде висящей базы или каких-то новых указов, то всё должно быть хорошо. То есть по плану мы рассчитали, что здесь МРео прекращает свою работу, мы делаем вытяги, понимаем, что на данный момент у человека нет никаких ограничений, и сразу летим в Киев. И завтра же с утра, когда открывается МРео, будем ставить на учёт. Что у нас получится, завтра расскажу. Я дотянул до трёх часов дня осознанно. Сейчас объясню, почему я это сделал. Доверенность всегда можно отменить. И чтобы не было, по крайней мере, чтобы у нас была надежда, чтобы у нас было там какое-то понимание того, что этого не будет никто делать, мы дотянули до конца. Мы взяли доверенность, мы взяли два вытяга и поехали в сторону домой. Ввязались в авантюру. Должно быть всё хорошо. Ключевое слово должно быть. Потому как не исключаю того варианта, что приеду в Киев, и там могут заведения под названием сервисный центр вообще закрыть на карантин как таковой, и даже не принимать по 20 человек в день, которые идут по электронной очереди. Чисто технически у нас всё хорошо. А практически... В общем, приедем, посмотрим. Сервисный центр. Приехал с утра, людей было предостаточно. Мы быстренько побежали к первому нотариусу. Взяли вытяг из единого государственного реестра. Про то, что нема відмены доручения. И на этом моменте мы вроде как успокоились. Да фиг там. Не так всё просто и было. Потому что сказали, что с завтрашнего дня сервисный центр точно закрывается, а сегодня висит база. И очечка вот так вот заиграла. Ты чего? С завтрашнего дня сервисный центр точно не работает, а сегодня висит база. Мы-то типа есть в записи на сегодня, но пройдём мы сегодня или нет, это реально большой вопрос. Лишь только теперь можно вздохнуть с лёгкостью, когда на автомобиле висят уже украинские номера, и заказчик имеет паспорт, оформленный на себя. Вот только теперь можно расслабить булки, потому что реальная ситуация напряжённая. Нет, она, конечно, обыденная. Нет, было мало поводов для того, чтобы сомневаться, но люди бывают разные. И цена вопроса 33 тысячи долларов. Продолжение следует... Теперь, когда эта тяжба закончилась, спрошу отзыв у владельца. Виктория любезно согласилась оставить своё. Виктория, ожидания, реальность, какие сложности и всё остальное? Да, вполне с машиной ожидания совпали. Позитивные эмоции просто переполняют. Очень довольны результатом, потому что мониторили машину именно Audi A4 в такой комплектации на протяжении нескольких месяцев. И когда появился хороший вариант, нужно было очень быстро принимать решение. И поскольку имели уже опыт просмотра видео от Николая, решили, несомненно, именно к нему обращаться. И 100% не пожалели, потому что работа была выполнена профессионально. Николай проверил машину от капота до багажника полностью всю. И действительно, теперь имеем результат. Хороший автомобиль. В комплектации более, чем мы ожидали. Всё просто по высшему разряду. Audi A4, Quattro, 252 лошадки. На первое время нам хватит. Ну, а дальше будем эксплуатировать, смотреть, как будет себя вести машинка. Да, эмоции – это хорошо, это замечательно. Спасибо. Может быть, что-то нужно добавить, что-то нужно изменить, имеется в виду в отношениях. Какие плюсы, какие минусы? Всё-таки минусы всё равно так или иначе есть. Ну, я не знаю. Я лично минусов не заметила. Наоборот, даже был какой-то контакт, вы отвечали на все вопросы раскрыто. У меня больше даже ничего не оставалось, чтобы ещё что-то спросить, переуточнить. Потому что один вопрос задаёшь, а вы отвечаете даже на больше. Поэтому я, наверное, для себя даже что-то более новое узнала, пока провела с вами последние сутки. Ну, тут, можно сказать, растаял. Но на самом деле, становимся лучше – это хорошо. Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания «Один авто». Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok